Они коварны, агрессивны и очень живучи. С молниеносной скоростью они захватывают наши сады и огороды, не оставляя шансов на выживание своим собратьям. Борьба человека с ними длится столетиями. Их выкашивают, выкапывают, травят реагентами. А они все равно наступают. Сырники – заклятые враги наших огородов. Но если взглянуть на них под другим углом, все окажется не так страшно. Врач-диетолог Марина Макиша уверена, сорняки – это полезно, вкусно и экономно. Она расскажет, какие кулинарные шедевры можно приготовить из огородных сорняков. Сегодня мы приготовим необыкновенный творожный мусс с одуванчиком. Как получить максимум пользы для здоровья? Для того, чтобы приготовить омлет, мы набрали крапиву, причем собираем мы ее до цветения. Именно в этот период она имеет максимально полезные свойства. И минимум калорий для стройности. Хочу заметить, что сныть – по-настоящему диетический продукт. И не заплатив за это ни копейки. Кстати, вот за такую порцию зеленого салата в магазине вы заплатите порядка 100 рублей. А сныть растет практически везде. И абсолютно бесплатно. Новый взгляд на старых знакомых в программе «Кухня под ногами». Здравствуйте! С вами программа «Кухня под ногами» и я ее ведущая, врач-диетолог Марина Макиша. И сегодня речь пойдет о растении с очень интересным названием – сурепка. В русском языке старинная приставка «су» означает «что-то похожее, но не полностью». Сумерки – не мрак, супесь – не песок. Сурепка получается что-то похожее на репку. Но хотя по внешним каким-то критериям я такого сходства не нашла. Ярко-желтые цветы сурепки собираются в кисти. Листья по форме напоминают чайную ложечку, которая заканчивается двумя-тремя фистончиками. Сурепка любит солнечные места, поэтому найти ее можно на полянах, в лугах, в балках, степях, среди злаковых растений, а также на наших огородах среди других сорняков. И мы, поскольку погода хорошая и солнечная, отправляемся искать сурепку на солнечную полянку. Сурепка относится к числу лекарственных трав. И полезными для человека являются практически все части этого растения. Из семян в промышленных масштабах получают масло, которое по своему составу очень похоже на горчичное. И по вкусу, кстати, тоже. Оно обладает разогревающим, противовоспалительным и антибактериальным действием, а также мягким слабительным эффектом, поэтому полезным для профилактики запоров. В корнях растения много минералов. Калия, кальция, магния, фосфора, цинка. И поэтому отвары и настои из корней сурепки обладают мягким диалетическим действием. То есть помогают бороться с отеками и полезны для людей, которые страдают артериальной гипертонией. А также полезны для профилактики различных заболеваний мочеводелительной системы. В листьях очень много витамина С, витаминов группы В и А. Это очень важно, потому что все они являются хорошими антиоксидантами, то есть защищают клетки от воздействия свободных радикалов. Кроме того, витамин С является основным витамином молодости и красоты, потому что именно с его участием в нашем организме происходит биосинтез коллагена, который позволяет оставаться кожей гладкой и красивой. Сурепка – очень полезное растение для человека, и из него можно приготовить достаточно интересные блюда. Какие? Мы расскажем вам об этом на нашей кухне. Сегодня я хочу вам предложить пару рецептов, в состав которых входит сурепка. Это очень полезная трава, которая растет у нас под ногами. И прежде всего, она ценится за очень высокое содержание витамина С и витамина А. Это хорошие стимуляторы иммунной системы. А кроме того, они снимают внутреннее воспаление. И особенно это важно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. И сегодня мы приготовим легкие роллы из кабачков, а для начинки возьмем творог, грецкие орехи, сурепку и чеснок. Для начала подготовим кабачки. Нарезаем кабачок тонкими слайсами. Для того, чтобы кабачок не ломался и мы смогли завернуть в него начинку, есть два метода. Первый вариант – посыпать кабачки солью и оставить в холодильнике на 2 часа. И второй вариант – это просто бланшировать кабачки в течение короткого времени в горячей воде. Мы будем использовать сегодня второй экспресс-метод. А пока кабачки приобретают, как любят говорить шеф-повара, правильную текстуру, мы приготовим начинку. Для этого возьмем творог. И добавим к нему измельченные грецкие орехи и сурепку. Теперь порежем сурепку. Если мы используем сурепку для приготовления блюда, не подвергая ее тепловой обработке, для нас очень важно как можно мельче ее нарезать. Теперь добавляем чеснок. Добавим немного соли и все тщательно перемешаем. Начинка готова. Осталось скрутить рулетики. Мы отбаншировали кабачки. Они стали достаточно мягкие. Выкладываем начинку на край слайса из кабачка, закручиваем и закалываем зубочисткой. Вот такая красота у нас получилась. А в следующем нашем рецепте мы будем использовать сурепку не как приправу, а как уже самостоятельный компонент овощного гарнира, а точнее овощного пюре для рыбы. Для этого мы возьмем очень простые компоненты. Лук, морковь и сурепку. Для начала разогреем сковородку. Добавим немного масла. Нарежем лук. Можно не мельчить, потому что наше пюре все равно потом отправится в блендер. Морковку тоже нарежем крупными кубиками. Бросаем морковь. А пока овощи обжариваются, нарежем сурепку. Мы можем особо сильно тоже не стараться нарезать ее очень мелко, потому что все компоненты нашей икры попадут в блендер. Овощи обжарились. Теперь добавим к ним сурепку и зальем стаканом воды. Оставим нашу овощную смесь под крышкой тушиться на 10-15 минут. Я всегда рекомендую использовать к мясу или рыбе именно овощные гарниры, потому что это очень хорошее сочетание белки плюс клетчатка. И сегодня мы будем готовить треску. Мы просто запанируем ее в пшеничных отрубях, которые тоже богаты клетчаткой, а кроме того, витаминами группы В, магнием, калием, фосфором и другими микроэлементами. И слегка обжарим на масле. Нарежем рыбу небольшими кусочками. Сковородка нагрелась, добавляем масло. Рыбу лучше солить в самом конце, буквально за секунду до готовности, чтобы она не отдавала лишнюю жидкость и лучше обжаривалась. Поэтому солим и выкладываем на блюдо. Овощи готовы, отправляем их в блендер. К нашей икре я добавлю немного красного каенского перца. Овощное пюре с сурепкой готово. Нам осталось только намазать им рыбу. И блюдо можно будет подавать. А сверху я добавлю немного тимьяна. Он всегда придает блюдам особый аромат. Между прочим, все. Можно пробовать. Мы приготовили два блюда с сурепкой, которые хоть по названию и напоминают репку, а по вкусу это скорее очень мягкая и нежная горчичная нота. Для приготовления роллов с творожной начинкой мы использовали один кабачок, который нарезали тонкими слайсами и слегка боншировали, чтобы он стал мягким. Для начинки мы взяли 100 граммов творога, небольшой пучок сурепки, одну горсть грецких орехов и зубчик чеснока. Измельчили орехи, сурепку и чеснок, смешали с творогом, а затем эту начинку закатали в роллы, скрепив их зубочисткой. Рецепт трески с овощным пюре. Рыбу нарезали небольшими кусочками, обваляли в пшеничных отрубях и обжарили. Для овощного пюре мы взяли одну небольшую луковицу, одну небольшую морковь и пучок сурепки. Лук и морковь нарезали крупными кубиками и обжарили на масле. Добавили сурепку, один стакан воды и тушили все вместе на протяжении 10 минут. Затем все овощи отправили в блендер, добавили немного красного каенского перца и сделали пюре. Этим пюре намазали рыбу и сверху посыпали тимьяном. Получилось очень вкусно. Наступает самый приятный момент кулинарного процесса – дегустация. Начнем с ролла. Мне очень нравится, что в этих роллах бланшированный кабачок сохраняет легкий хруст, и поэтому есть ощущение свежести, когда вы их жуете. А добавление сурепки в начинку придает ей легкую мягкую горчинку. И мне это тоже очень понравилось. Ну а теперь переходим к основному блюду. Тем более, что рыбу я люблю и особенно треску. А вот, кстати, очень хорошо, потому что я часто люблю добавлять именно горчицу, когда готовлю треску, но она бывает достаточно резкой по вкусу. А здесь легкая горечь, которую дает сурепка, оставляет такой очень легкий шлейф, то есть практически незаметная, но тем не менее, горчичная нотка есть. Сегодня мы познакомили вас с еще одной подорожной травой, которая может быть не только полезной, но и вкусной, если знать, как ее правильно приготовить. Мы продолжим делиться с вами интересными рецептами, ну а на сегодня я прощаюсь и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова